Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное заседание кружка любителей гегелевской диалектики. Не могу не заметить, что мы имеем уже значительный стаж. Кружок у нас сегодня, если брать сначала, по некоторым подсчетам, 102-й. Вот, поэтому мы много уже усвоили, много сделали. И выполнили, во многом выполняли такой наказ, который был у Ленина, что надо штудировать. Если вы хотите понять, надо штудировать науку логики Гегеля. Это единственный путь к постижению диалектики. А что значит штудировать? Штудировать означает повторять, возвращаться, значит, еще раз прочитывать, еще раз рассматривать и обдумывать и так далее. Ну, я должен вам доложить, как участникам кружка, что я, как руководитель этого кружка, этим же руководствуюсь при подготовке. Это не значит, что я эти вещи не читал, о которых пойдет речь. Но прежде чем приготовиться к очередному занятию, я еще раз один, два, три, а то и четыре раза читаю. И вот хочу вам сказать, что впечатление такое, что то, что вот раньше при первом-втором чтении как-то я на это не обращал внимания, при третьем чтении вдруг стало понятно, а при четвертом иногда некоторые стали положения даже и ясны. Но из этого не следует, что нет желания еще почитать. То есть желание почитать есть, но правильный будет ответ, когда вы это установите, связь с тем ведущим, что было, и когда вы пойдете дальше, то вы будете на это опираться. То есть надо понимать, что действительное понимание будет достигнуть тогда, когда это попадет в такую цепочку категорий, которые мы изучаем. И поэтому, конечно, наиболее полная картина будет тогда, когда мы дойдем до конца. И тогда мы смело можем начать сначала. В принципе, я имею в виду каждого, кто изучает. Ведь мы же с вами договорились, что мы уже читаем по тому плану, который был обсужден у нас, материалистическое понимание диалектики Гегеля, когда мы начинаем не с субъективного, а с субъективного. И это совершенно понятно, потому что строго, если следовать тому, что говорил Гегель, значит, сущность есть отрицание бытия. Значит, отрицание сущности, переход к понятию, это что? Возвращение бытию. Ну, такое возвращение, которое, конечно, содержит в себе все богатство содержания, которое было получено в первом, в втором случае. Поэтому это никак не субъективное, а объективное. И самое интересное, что мы просто как бы пересталили это объективное вперед. Объективность. И читаем, и там все идет хорошо, потому что Гегель двигается там, значит, от механического движения через химическое, биологическое, потом жизнь. И добрался до человека. Хотя определения человека у Гегеля нет. Определение человека дал, потому что у него там есть и ум, и дух, и все что угодно. На человека, как в том виде, в каком это сделал Энгельс, диалектика природы. А эта книжка, я должен сказать, что вот если человек начнет читать по принципу, мне сказали читать философию, и будет читать куски, 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 куски. По разным вопросам, какие-то замечания, соображения, предложения и так далее. После науки логики, ну, понятное дело, что Энгельс обсуждает и материалистически истолковывает важнейшие гегельские положения, чтобы, так сказать, вот эту задачу материалистического истолкования, диалектики, ее реализовать. Поэтому читать, скажем, диалектику природы без науки логики, ну, как бы не сказать, что вредно, все полезно. Вот, и привыкнуть к слогу, и какие-то определения запомнить. Но это тогда вполне воспринимается, когда мы видим целое. То есть, наверное, все участники кружка уже привыкли к понятию тотальности. Что такое тотальность? Всеобщенность. А? Всеобщенность. Целостность. 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 Вам чашку целую или разбитую дать? Выбирайте. У меня отличные осколки от старой хорошей чашки. Хотите, подарю? То есть, к тотальности нехорошее отношение. Вот нас пугают, как, так сказать, детей пугают, так и пугают дать друг друга. То есть, вот, в Советском Союзе было тотальное все бесплатное образование. Все бесплатное. Это ужас. Вот я вспоминаю, в каком ужасе я находился, потому что я учился бесплатно. Пять, значит, в школе одиннадцать лет, потом пять лет в УЗИ, потом три года в аспиранторе. Одиннадцать плюс восемь. Девятнадцать лет. Ну, это ужасный тоталитаризм. И все бесплатно. Все. Ну, хоть бы раз бы взяли. Еще и платили деньги. А? Еще деньги вам платили в институте. Ну, что, вы о деньгах. Да, да, да. И мало того, что учили бесплатно, еще доплачивали. Нет, доплачивали только в аспирантуре. А, стипендию. А, стипендию платили. У меня Чебышевская была. Пока я тройку не получил по матфизике. А, так, Чебышевская. Там я ее исправил потом, но уже обычную получал. Да, в общем, вы меня заклеймили тут. Ну, это еще вообще ужасно. То есть, мало того, что не берут деньги, да еще и доплачивают. Это кошмар. Еще требовали постоянно. А медицина, это же кошмар, сказать, никто денег никаких не берет. Это невозможно. Так вот я дал деньги и рассчитываю на внимание. А так он смотрит, потому что, какая болезнь, и за 80 этого решает. Ну, это же ужас вообще. Это таритаризм. Кстати, могли обидеться, даже если конфеты подаришь. Могли обидеться, если конфеты подаришь. Да. А сейчас обижаются, если сумму посмотрят, сколько ты потратил на конфеты. Ну, или посчитают, скажем. Да, но я хочу сказать, что и сейчас врачи, надо сказать, они не любят. Хорошие врачи не нравятся. Они лучше бы предпочли, чтобы им повысили зарплату, чем им кто-то, что они живут на подачке. В таком положении. У них нету просто рыночного. Вот. Так что, как у Энгельса формулируется, человек. Это животное. Вспомните, мы с вами говорили о родах. Род. Человек. Это же не Иванов, имеется в виду, и не Петров, и не Сидоров. Но Иванов, и Петров, и Сидоров, любой человек. Человек есть. Потому что род в видах себя проявляет. А какой бы национальный сегодня был, человек. Если он пролетарий, то пролетарий всех стран, соединяйтесь. А это, если всех стран, это точно тоталитаризм. Ну, согласитесь, всех. Вот если бы какую-то страну исключить, это была бы не тотальность. А если всех, то точно тоталитаризм. Вот если вы все будете изучать наукулыки, и все правильно говорите, это будет тоталитаризм. То есть, это надо вообще, это ужасно, когда все понимают. Да еще все, если понимают, но это вообще что-то страшное. Вот. Так вот, Гегель говорит, что это животное, человек, это животное. А. Общественное. Общественное. Б. Трудящаяся. Труд создал человека. Говорящая. И разумная. И это разумное стоит в конце не случайно. Если он не трудящийся. Ну, не общественным он никак не может быть. Тут уж ничего не поделаешь. Тут даже самые отъявленные эгоисты и самые отъявленные эксплуататоры, они в обществе именно как паразиты. Паразиты же не могут жить без тех, на ком они паразитируют. Поэтому они тут под это определение подпадают. Общественные. Под трудящимися они не являются. Поэтому вы хотите, чтобы у не трудящихся было, а у тех, кто эксплуатирует трудящихся, было бы правильное понимание того, что в мире хорошо, а что плохо? Ну, как? Если я эксплуататор, если чем я больше забрал у Мордовина, тем лучше. А если меньше забрал? Ну, я просто дурак. Как вы считаете, по-моему? Вот даже Валерий Александрович даже не возражает. Не, ну, ничего. А что делать? В таком мире? Живем при капитализме. Живем при капитализме. То есть общественное, трудящиеся, говорящие. А почему говорящие? Потому что труд-то общественное явление, и он связан с общением. Поэтому труд способствовал тому, чтобы люди стали не просто животным, которое что-то носит или возит, а чтобы они стали говорить. И тогда он стал разумным. А вообще понятие разума – это высокое понятие. Чтобы понять, что такое разум, надо, соответственно, его развивать. И вот человеческий разум развивался благодаря всем этим моментам человека. Потому что это относится к человеку, как к человеку. А если это в какой-то мере не выражено в человеке, значит, человек не вполне человек. Не вполне. А раз он не вполне человек, то есть не тотальный. Не тоталитаризм. А не вполне человек – это какой? Худой человек, плохой человек. Какой человек плохой? Который не соответствует или не в полной мере соответствует своему предназначению. То есть не соответствует человеческому роду. Не истинным. Не истинным, да. Поэтому, а вот те самые трудящиеся, которые имеют такой лозунг, пролетарии всех стран соединяющихся, они выступают за что? За общественную собственность, то есть за то, чтобы эта собственность была общая, а не какая-то частная, исходя из даже природы человека. Как это? Работают все, а получают один. Или получают один много, а все остальные мало, а работают все. И, возможно, тот, кто получает больше всех, тот не работает. А надо, чтобы тотальность была, а кто не работает, тот не ест. Это же тотальность, тоталитаризм, кроме инвалидов, детей, больных и прочих, пожилых с известного возраста. То есть мы все время сталкиваемся с тотальностью, с целостностью. И даже удивительно, что этим пугают сейчас. Хотя, на самом деле, это одна из самых важнейших категорий и очень важных. Ну вот, поэтому, когда мы вот здесь передвигаемся, хотя от одного понятия к другому, мы видим, что мы передвигаемся, ну, в рамках того же самого целого. Иде же, я считаю, идет, вот идет речь о суждении, вот суждение такое, вот суждение такое. И вот мы добрались до суждения понятия. До суждения понятия. Ну вот, я бы не сказал, что оно такое, само это вот, это вот, это раздел, а по суждению понятия, самое непонятное. Он как раз не самый непонятный. Уже непонятные мы, самые непонятные прошли. Причем, как хороший педагог, Гегель начинает с того, что мы уже цитировали. Раньше мы цитировали, забегали вперед, а теперь мы цитируем опять то, с чего Гегель начинает. Но он начинает с движения, которое было уже сделано. Умение высказывать суждение на личного бы сия. То есть он начинает сначала с простейшего суждения. Роза красна, снег бел и так далее, вряд ли будет кем-нибудь считаться обнаружением большой силы суждения. Суждение рефлексии. Тут больше предложения, чем суждение. То есть высказывается о чем-то, и все. В суждении необходимости предмет, правда, выступает в своей объективной всеобщности. Уже. То есть он уже почти добрался до того, чтобы, так сказать, было соотношение предмета с понятием. Но до этого мы добрались только вот, когда мы остановились на букве «Д» – суждение понятия. И лишь в суждении, которое нам теперь предстоит рассмотреть, имеется соотношение предмета с понятием. И сразу мы почувствовали себя хорошо. Потому что мы вроде далеко зашли. Но о соотношении предмета с понятием мы уже много раз говорили и знаем, что это такое. И это так определяется, если понятие соответствует предмету, то это истина. То есть мы уже подобрались к истинному суждению. А все предыдущие понятия, они все хорошие, нужные, но они формы истинности еще не имеют. Формы истинности. То есть с помощью них или с помощью только их истину не выразишь. А надо вот добраться до такой формы, которая и называется суждение понятия. Здесь вот как в самом простом учебнике для детей, вроде бы так, просто и понятно, Гегель объясняет, в этом суждении понятие положено в основание. Что значит в основании? Мы к нему обращаемся с этого понятия, все рассматриваем с позиции этого, раз оно в основании положено. То есть он все время лежит, и все, что мы потом рассматриваем, то есть мы для рассмотрения этого обращаемся снова к этому самому понятию. В этом суждении понятие положено в основание, и так как оно находится в соотношении с предметом, то оно положено в основание, как некоторое тренировство в ванне. Вот, например, Вячеслав Михайлович вот здесь сидит. С какой позиции я могу ему что-то там советовать, рекомендовать, и тем более настаивать? Ну, вы, Вячеслав Михайлович, вы понимаете, что вы человек? Понимаете, что вы по своему понятию человек? Ну, так надо по-человечески же все делать. А что вы можете возразить? Надо. Надо. Вот, смотрите, он не возражает. Потому что в основании положено то, что вот это соответствие. Суждение с понятием. Поэтому когда речь пошла о таком суждении, где говорится не о том, что вот этот дом квадратный. Ну, хорошо, а другой круглый. А третий какой-то овальный. А в чем тут, ну, и в чем смысл высказывания? А вот если дом так-то и так-то устроен, то это уже злористование. Вот такой дом, это да. Вот в таком доме. Вот если это хрущоба, там комнатки были такие хорошенькие, очень уютные. И вот мы когда получили у хрущобу, мать у меня в пароходстве работала, там был такой коридор, один квадратный метр. Значит, ванная с туалетом совмещенная и с... крохотная. И мать с отцом поместились в шестиметровой комнате. Вот. Так и так далее. Это гульвар Новаторов, дом один, квартира 57. Так сказать, это мы выехали из отдельной комнаты в квартире в сталинском доме. В каком году? Ну, это было в конце, сейчас скажу, в 62-м, в 3-м где-то в это время. Да, и тогда еще. А дом стоит, все хорошо. Там же стоит, там рядом с ним много всего настроено, всяких торговых помещений, а дом тот самый стоит. Так вот, в этом суждении понятие положено в основание. И так как оно находится в соотношении с предметом, то оно положено в основание, как некоторое должностование, то есть мы не просто смотрим и описываем, не описание даем того или иного предмета, а как бы смотрим, насколько оно соответствует своему предназначению, для чего оно должно служить. Вот когда так мы, такие рассматриваем суждения, это суждение понятия, которого реальность может соответствовать или не соответствовать. Вот если может соответствовать, может не соответствовать, значит, речь идет о суждении понятия. И поэтому лишь такое суждение впервые содержит в себе истинную оценку. Вот мы в самом начале находимся. Впервые. Вот сколько мы суждения все разбирали, разбирали, это все полезно, нужно, важно. И вот впервые, когда мы добрались до суждения понятия, то впервые оно содержит в себе истинную оценку. То есть до истины мы еще не добрались. А что из этого следует, что вообще путь к истине, он не такой короткий. И думать, если я что-то сказал, это будет правильность. Вот у меня есть голова. А если какую-нибудь глупость при этом скажут, скажут, голова у вас есть, а безголовость налицо. Потому что голова нужна не для того, чтобы шапку носить, а для того, чтобы... Или кушать. Я говорю, что я делаю тебе головой? Я ей ем. Я у нее ем. Так и свиньи едят, и бараны. Это как про хрущевские времена говорят. К чем от них отличаются? Свиньи в люди вышли, бараны учиться пошли. Лошади Америку догоняют. А куры и утки, глядя на них, с оспеху подохли. Так что вот были такие времена. Наступили, а теперь мы плоды пожинаем. Поэтому лишь такое суждение впервые содержит в себе истинную оценку. Предикаты хороший, дурной, истинный, прекрасный, правильный и так далее. Служат выражением того, что к вещи прикладывается масштаб. Масштаб для непонятливых выражено курсивом. Потому что человек у нас простой, возьмет и пропустит. И мы, кстати, вот те, кто пишет... У нас есть люди пишущие здесь, присутствуют почти все. И всем мы рекомендуем писать. Тем более в Красном университете. С них еще и требует, чтобы они что-нибудь написали и прислали. В качестве зачета, для работы на зачет. Надо употреблять курсив тогда, когда нужно что-то выделить. Например, в программе партии вопрос о цели социалистического производства во второй. И в первой. Одна и та же. Цель не поменялась от того, что мы ближе к ней подошли. Говорится об обеспечении полного благосостояния и свободного всестороннего развития и курсивом всех членов общества. Она говорит, индивид, индивид, человек. Да, я видел этого человека. Он, да, всесторонний. У него есть и благосостояние, и всестороннее развитие. Хорошо жить тому человеку. А тут ведь, опять мы сталкиваемся с тоталитаризмом. Всех членов общества, Ленин, ну точно тоталитарист. Всех. Это же ужасно. Никому спокойно жить не давал. А кто не хочет? Только хорошо жить. Как заставим? У нас диктатура пролетариата. Принуждение. Вот он. О, заставим. Заставим. Я вот не хочу вывести. Ну, это репрессия. Так. Поэтому лишь такое суждение впервые совершит все истинную оценку. Предигаты хорошей, дурной, истинной, прекрасной, правильной и так далее. Суждение понятия получило название суждения модальности. Модальность и дурного слова не есть. В переводе с русского русского языка на русский иностранный. Потому что модальность тоже есть в русском языке. Но вот для научных вещей, чтобы вы меня признали за ученого, я должен говорить не дурного слова, а модальность. Видите сразу разница? Сразу видно, это доктор наук. Надо еще ночью кнопку вот так. Нет, очки дайте, поносите. Я староста кружка. Что вы хотите? И ни за что не отдам эти очки. Потому что... Так. Суждение понятия получило название суждение модальности, и его рассматривает как содержащая в себе ту форму, в какое отношение между субъектом и предикатом выступает в некотором внешнем рассудке. И полагает, что оно касается ценности связки лишь в отношении к мышлению. А дело не только в отношении к мышлению. Согласно этому взгляду, проблематическое суждение... Как бы... Вот он уже начинает идти вперед. Причем, обратите внимание, проблематическое взято раньше, чем астротовическое. Потому что здесь он еще это как бы предрекает рассмотрение. Проблематическое суждение состоит в признании, утверждении или отрицании произвольным или возможным. То есть, то ли так, то ли не так. То есть, когда еще не ясно, тогда... Значит, это проблематическое суждение. Проблема. Да. А астротовическое суждение состоит в признании, утверждении или отрицании истинным. Вот тут он начинает с истинного астротовического суждения. А дальше уже переходит к проблематическому. То ли ясно, то ли не ясно. И к истине и так сразу и придешь. Это хорошо бы знать истину быстро, но путь к истине тяжел, труден и тернист, правильно. А с Маяковским тогда это проблематическое суждение с Маяковским, когда вы приводите пример? Сначала проблематическое суждение, оно состоит в признании, утверждении или отрицании произвольным или возможным. Когда вы говорите, что Маяковский вроде выглядел хорошо, это не я говорил, это говорили противники Маяковского. Так вот я пример приводил, как пытались очернить Маяковского. Сегодня Маяковский выглядел вроде бы прилично. То есть возможно выглядел, возможно не. Вот вы сегодня вроде бы, возможно, выглядите прилично. Что я сказал? Вроде ничего не сказал. Но как я могу вас очернить, вы и так все в черном. Куда уже дальше идти? То есть с помощью слов можно очень много сделать и поставить человека в такое... Если он не владеет этим же самым, тогда ему трудно отбиться от этого. То есть человек, который владеет вот этим, может любого человека как бы это... Поставить на место. Да. Да. Да, я бы сразу сказал, да, а вы даже и выглядите неприлично. И все. И сразу это украсил, и добавил, и прибавил, и не отрицаю, а продолжил. Иногда нужна мысль... Такого не сказал. А? Я бы вам такого не сказал. Трус. Лучше я, говорит, буду хоть и трусом, но вежливым. Позиция ваша понятна. На этом мы остановимся. Согласно этому взгляду... То есть мы подошли к очень интересным вещам. Как пользоваться суждениями? Согласно этому взгляду, проблематическое суждение состоит в признании, утверждении или отрицании, произвольном или возможном. А сорторическое суждение состоит в признании, утверждении или отрицании и истинным, еще и утверждение или отрицание, может быть, и так, и так. То есть действительным, аподектическое признание этого утверждения или отрицания необходимым. Так? То есть, скажем, вот власть рабочего класса, это установление ее, это истинная задача пролетариата. А вот когда Ленин говорил, большевики должны взять власть, то есть ставится вопрос уже не просто о том, что это истинное, а действительным и необходимым, аподектическое. Необходимые уже, должны, а не просто хорошо бы. Хорошо бы, если бы у нас была власть Советов. Ответ. Хорошо бы. И сидят люди, да. Вот у нас сколько всяких происходит съездов, мероприятий, где люди друг друга поздравляют, комсомол у нас был, то было, сё было, и так далее. А вот хорошо бы нам установить снова советский строй. Вы хотите, Константин Александрович, снова жить при социализме? Он говорит, конечно. Я много жил, я жил больше вас, и знаю поэтому про него больше, чем вы. Поэтому мне особенно и хочется. Поэтому я и на кружок хожу. Так. Легко усмотреть, почему так напрашивается мысль, выйти при этом суждении за пределы самого суждения и рассматривать его определение как нечто только субъективное? Видите, как ставит Гегель вопрос? То есть мы вроде как рассматриваем суждение, но оно нам кажется как рассуждение, так оно вроде как что-то такое субъективное, но в разделе-то о субъективности, правильно? Но это не значит, что оно только субъективное. Именно это происходит потому, что здесь в суждении снова выступает и входит в отношение к некоторой непосредственной действительности, понятие, субъективное. Понятие-то субъективное, но отражает же оно действительность или не отражает? Отражает. Однако нельзя смешивать это субъективное с внешней рефлексией. Субъективное это означает, что и субъект тут присутствует. А вовсе не так, что все, что субъективно, то не истина. Истина вообще субъективна в том смысле, что по форме она и соответствует понятие объекту. Понятие-то субъективное, но объект соответствует. Нельзя смешивать это субъективно с внешней рефлексией, которая, конечно, тоже есть нечто субъективное, но в другом смысле, чем само понятие. Последнее, каким оно снова выступает из разъявительного суждения, есть скорее нечто противоположное простому виду и способу. Прежнее суждение, суть в этом смысле, лишь нечто субъективное. Суждение, вот видите, как он сначала о них говорил, мы их изучали, это было очень важно, это очень нужно, но они все-таки еще нечто субъективное, ибо они покоятся на некоторой абстракции, односторонности, в которой понятие утратилось. Суждение понятия есть наоборот, по сравнению с ними объективное суждение. То есть оно по форме-то и субъективно, конечно, но суждение это объективное. Ваша точка зрения субъективна, что я этим хочу сказать. Наверное, не то, что вы человек, вы субъект, понятно, что все, что вы говорите, тоже субъективно, по форме. Но по содержанию-то оно не просто субъективно, а объективно. Поэтому, когда говорят, что ваша точка зрения субъективна, имеете в виду, что вы, так сказать, только по форме оно объективно, а по содержанию оно совершенно, так сказать, отражает ваш взгляд, а вовсе не истину, не истинное. Поэтому, что является мерилом объективности осуждения? Истинность. А истина что такое? Соответствие понятия объекту. Если вы это соответствие понятия объекту, этого критерия не видите или не берете его, не используете, то тогда у вас все субъективное. А если вы его берете, тогда и субъективное может быть объективным. Вот точка зрения Маркса на развитие капитализма объективна. А точка зрения его критик – субъективна. Хотя по форме и Маркс тоже писал, книга у него издана, там это все можно читать. Или там, скажем, точка зрения Ленина на необходимость диктатуры пролетариата до полного коммунизма. Объективно или субъективно? Субъективно. Она, конечно, субъективна, по форме. По форме, да. А по содержанию – объективно. Вот, потому что без этого никакого движения вперед, никакого социализма, даже если вы очень высокую стадию уже имеете, уже построили социализм. Ну, как построили, так и разломали. Вот у нас рядом институт постоянного тока был построен, раз, и нет его. Сначала социализма нет, потом институт постоянного тока. Возьмите там угол Светланы, то здание, на котором сама Светлана была вывешена, скульптура. Все тоже нет, сгребли и так далее. Итак, суждение и понятие есть, наоборот, по сравнению с ними объективное суждение. И истина именно потому, что в его основании лежит понятие, но не во внешней рефлексии или в соотношении с некоторым субъективным, то есть случайным мышлением, а в своей определенности, как в понятии. То есть случайное мышление, субъективность именно, в смысле случайного мышления здесь рассматривается. Вот возвращается он назад. В разделительном суждении понятие было положено, как тождество всеобщей природы с ее обособлением. Или это, или это, или это. Тем самым здесь отношение суждения сняло себя. Это конкретное единство. Всеобщенности и особенности есть пока что простой результат. Оно должно теперь развиться далее. Куда оно должно развиться, как вы думаете? В тотальность. То, о чем мы все время говорили большевики. В тотальность. То есть оно не должно, ну не надо брать куски. Надо брать целые. И тоталитаристы. Ну вот если вы женитесь, то вы просите только руки. Это достаточно для того, чтобы вы получили целые. Это то есть исключение. То есть это допускается. Так. В разделительном суждении объективная всеобщность достигла полноты в своем обособлении. И это, и это, и это. И все они обособлены одно другого. А вот это и ненормально. Однако отрицательное единство последнего возвращается лишь обратно в эту объективную всеобщность. И еще не определила себя к тому, чтобы быть третьим. То есть единичностью. А зачем нужна единичность? Потому что мы с вами твердо уже усвоили, что не бывает всеобщности без особенного и единичного. Потому что особенное – это первое отрицание. А единичное – это второе отрицание. А не то, что вы взяли независимо. Если вы их взяли отдельно, это никакое не единичное, это вообще отдельный предмет какой-то. Это вообще? Непонятно что. Потому что единичное может быть только какое-то всеобщее, которое взято как единичное. Как второе отрицание. Как возвращение к всеобщему через отрицание чего? Отрицание. Ну, это же отрицание. Ну, это вот так вот. Отрицание же всеобщего? Ты с вами не поспоришь. Я с вами и не спорю. Я же и не спорю. Но все-таки отрицание надо брать конкретным. То есть оно отрицание. Вот это вот возвращение к всеобщему через отрицание особенного. И тогда у вас полное, тотальное единство всеобщего, особенно единичного. И всеобщего только и есть как. И как? Находящийся в единстве и с особенным, и с единичным. Любой человек есть представитель человеческого рода, поэтому он общественный человек. И иначе, если он не общественный человек, он вообще не человек. Но он, между прочим, скажем, или мужчина, или женщина. Но еще говорят, есть у нас разные трети. Мы их опускаем за кадром. Хоть о них и говорят много, но говорят люди безграмотные. Точно так же, как, скажем, говорят о некой любви. Может ли человек любить стенку? Может. Почему ему не нравится? Ему стенка эта хорошая. Вот если какой-то гражданин все время расстреливает других людей, там, фашисты, он может стенку любить эту. Любить стенку. А вот, скажем, Энгельс, когда говорит о любви в книге «Происхождение семьи и частной собственности государства», он говорит о половой любви. А не неизвестно какой. За словом «любовь» тянется как длинный хвост. И все, можно цветочки любить, рыбок любить и так далее. Но женитесь на рыбке. Рыбка ты моя, головушка. На головушке, извинитесь, вот есть же и голов. Ну а что, ведь Германия уже появляется. Так что в Германии? У нас вот два наших русских парня уехали в Швецию, там заключили брак, приехали сюда, пришли в МФЦ, им поставили печати в паспорт, а потом дошло до каких-то более высоких инстанций и накрутили хвоста этому МФЦ и всем прочим. Видимо, потому что они, товарищи, немножко знали, что писал Энгельс, что вообще речь-то идет о той любви, с которой связано продолжение человеческого рода. А если вы всех представителей, так сказать, других видов любви, о которых говорят, отправите на разные острова, которых у нас там есть, на которые претендует Япония, то вы видите, что они сами, так сказать, свой век быстро закончат, потому что никакого воспроизводства там быть не могут. Дескать, мы вот любим друг друга, но вы нам дайте ребенка из полноценной, от полноценной женщины. А у женщины это уже от мужчины, а не от кошки. Ну то есть, ну мы это будем считать, что это просто товарищи, плохо изучили Гегеля и Энгельса. До чего доводит вообще, не знали диалектики, до каких вещей. И вот, поскольку же самый результат, есть отрицательное единство, он, правда, есть уже эта единичность, но взятый таким образом, отрицательное, ведь мы же не говорим, что это плохое, отрицание, если оно второе отрицание, оно и возвращение к тому, что изначально отрицалось. От, был переход к особенному, а потом от особенного к всеобщему. И мы имеем единство всеобщего, особенного, единичного. Поскольку же самый результат, есть отрицательное единство, он, правда, есть уже эта единичность, но взятый таким образом, он есть лишь эта одна определенность, которая теперь должна положить свою отрицательность, расщепиться на крайние термины и таким путем, в конце концов, развиться в умозаключение. И вот, всего-то тут в этом разделе, который мы рассматриваем, ассерторическое суждение, проблематическое суждение и аподектическое суждение. Ну, вот здесь, так сказать, какой-то большой сложности нету, в принципе. Вот здесь вот более понятно, чем в предыдущем. Почему? Потому что здесь тотальность, это уже целое. Что такое ассерторическое суждение? Вот взятое непосредственно сперва, это оно и есть ассерторическое суждение. Суждение и понятие, вот если вы первый раз его схватили и на него поглядели, то и как бы вы ни старались, оно у вас все равно будет каким? Ассерторическим. Субъект, то есть некое конкретное, единичное вообще. Предыкат же выражает последнее как соотношение его действительности, определенности или характера с его понятием. Этот дом плох, этот действие хорошо, а почему, от чего и как, по содержанию этого нет. Поэтому вот такое утверждение, что Иванов плох. Ну, вроде как это вот он мог бы быть хорош, а мог бы быть и неплох, а вдруг утверждается, что он плох. А в чем это вообще выражается? А не в чем. То есть можно высказывать такие суждения, которые будут ассерторическими, но они бездоказательные, так сказать, нет оснований никаких. Если рассматривать его детальнее, в нем содержится следовательно. А. Что субъект должен быть чем-то. Вот прямо расписывает Гегель. А. Субъект должен быть чем-то. Должен выделенным. Его всеобщая природа положилась А как самостоятельное понятие. И Б. Особенность. Которая не только в силу своей непосредственности, но и в силу решительного развлечения ее от ее самостоятельной всеобщей природы выступает как характер. Характер это движение внутрь или движение вовне? Вовне. Да. Да и внутрь, внутрь. А? Внутрь. А нет. Наверное, во вовне. Ну, для кого-то же. Вы определитесь. А если для кого-то, это субъективно. То есть вы встали на субъективную дорожку. Так скажите все-таки, если это характер, когда я говорю о характере, что имеется в виду? Движение внутрь или движение вовне? Вовне. Вовне, конечно. Вот человек хороший, а характер никуда не годится. Это не про вас. Я про себя. А просто вы просто смотрите на меня, а я как на вас, как в зеркало свое смотрю. Вижу себя. В вас. Но моложе и лучше. То есть характер. То есть характер здесь присутствует, но никакого доказательства того, что именно такой характер, никакого-то обоснования тут нет. То есть по форме оно вот такое, ассерторическое. Этот дом плох. А почему он плох? Не объяснено, не доказано, не указано в самом суждении. Правильно? То есть само суждение не содержит в себе того, что делается, берется как вывод. Тогда это с артурическим. Вот этот член кружка, по науке и логике, как член кружка, недостаточно хорош. Что я сказал? Чем доказал? Ничем. Мало ли чем мне показалось. Вы что думаете? Достаточно быть руководителем кружка, чтобы, так сказать, то если то, что сказал, так сразу и за истину и принимается, у нас народ серьезный, он просто так субъективные всякие высказывания за истину не берет. Вот. Значит, если рассматривать его детальнее, в нем содержится следует, а, что субъект должен быть чем-то, его всеобщая природа положила себя как самостоятельное понятие, б, особенность, которая не только в силу своей непосредственности, но и в силу решительного развлечения ее, от ее самостоятельной всего всеобщего рода выступает как характер. Ну, вот как говорят, человек очень хороший, но характер отвратительный. Говорят? То есть, может быть, человек хороший, а характер очень плохой. Я даже знаю такого человека, вот Валентина Даниловна Скоржинская приехала к нам, она написала вот такую книгу, в университете у нас выступала, книгу о чехословацком ревизионизме, очень рекомендую. Книга замечательная. Вот это ее, ну, это тот существительный, шестой ее, можно сказать, сущность. Ну, если она специалист, философ, написала книгу о ревизионизме в Чехловакии, такую большую. Ну, когда она приехала, ее пытался Виктор Георгиевич Долгов там в гостиницу поселить туда, она все равно ругалась, не то поселили, не то дали, не там разъяснили, далеко ехать там и так далее. А книжка хорошая. Книжка не просто хорошая, замечательная, вот такой толщины. И все это... А ведь там же много очень дряни было ревизионистской в Чехловакии. И вот это Шик, который был директором Института экономики, членом ЦК КПЧ. И, так сказать, вот он тащил вот тот самый рыночный социализм. Так. Значит, выступает как характер, а дальше кто забыл, написано и внешнее существование. И внешнее существование выделено курсивом. То есть, если вы вдруг забыли, что характер там внутренний или внешний, вам Гегель дает тут подсказку. Вот как вы потом будете обвинять Гегеля в том, что он непонятно пишет? Вот как вы будете обвинять? Кто вот будет обвинять? Кто вот здесь встанет и скажет, что Гегель пишет непонятно? Ну, что вам еще более понятно написать? Вне снисуществовании. Бершафенхайд. То, что по-немецки непонятно. Ну, возьмите словарь. Получите все равно характер, который здесь написан. Хоть так, хоть так. Последнее в силу самостоятельности понятия своей стороны тоже безразличны к всеобщему. И может как соответствовать, так и не соответствовать ему. Поэтому что... То есть, высказывать можно о свертоведчике осуждения. Что хочу? Хочу, скажу, что... Хорошо. Хочу, скажу, что плохо. И так, и так. И так осертоведческое. И так осертоведческое. Только одно соответствует истине, а другое не соответствует. А здесь это не требуется. И здесь важно, чтобы оно высказывалось. Это осуждение. Этот характер, есть единичность, которая лежит за пределами необходимого определения. Тут никакого определения нет. Это просто вот голое осуждение такое. Высказано. Вот я про вас высказан, что вот плохо вы занимаетесь в кружке. И что? И что из этого следует? Ничего не следует. Потому что, может, у меня определение ложное, я привожу пример ложного определения. Сейчас. Вот, я должен же какое-нибудь такое серьезное определение, но ложное. Вот я привел пример такой. Извините, что я вас использовал как объект в качестве, так сказать, примера для других. Но и для всех нас. Можете и так же про меня сказать, что руководитель кружка никуда не годится. Хотя, в целом, некоторые вещи он рассказывает правильно. А в целом никуда не годится. А почему в целом? Вы приберлиг тогда к чему? К тотальности. Детский, ну и что, что вот. Ну, подумаешь, что ты 102 кружка провел. Это ерунда. А в целом-то ничего не получается. Вот так бы, был бы он такой серьезный, глубокий. Ну, за три уже занятия были диалектики, глубочайшие. Вот сидят, понимаешь, и сам не знает, и других сбивает. Вот я пытаюсь сбить, вот, Валерий Александрович, а он еще упорно его сбить трудно, вот, беда. Вот у меня хуже всего получается. Этот характер, это сединичность, которая лежит за пределами необходимого определения. То есть, когда делается ассерторическое суждение, то вот оно непосредственно вот такое. И просто вы должны его правильно определить, сказать, ну, это ассерторическое суждение. Что вы от него хотите? Если вы хотите, чтобы вы уже не понравилось вам ассерторическое суждение, не понравилось, что я про вам сказал, тогда переходите к проблематическому суждению. То ли я правильно сказал, то ли неправильно. Мы будем рассматривать теперь в проблематическом суждении то ли так, то ли не так. Правильно ведь проблематически? Но это уже тоже движение. А потом, наконец, придем к тому, что наоборот, все хорошо, замечательный участник кружка, это будет какое уже, а это уже будет завершение этого суждения понятия, мы к истине придем. Вы против истину или за истину? За истину. Ну вот за истину, тогда вы по ликтическому суждению и получите ее. А пока не дошли до апотиктического суждения, никакой истины вы не получили и не получите. Так здесь все разложено. То есть, с одной стороны, вроде как сложно разложено, а с другой стороны, а как вы сложное можете познать? Только через того, из чего оно сложено. Сложное – это сложен ноги из простых. То есть, вот то самое суждение апотиктическое. Вот дом, устроенный так-то и так-то хорош, оно в себе содержит характеристику этого дома такую, которая позволяет о нем сделать однозначный вывод, что он хорош. Дом устроен и так-то, и так-то. А если я просто посмотрел и говорю, о, дом хорош, потом его раз и его снесли. А почему? Потому что он говорит, нехорош. А у них другая точка зрения тех, кто сносили. У них точка зрения, что здесь будет хорошее место для строительства большого дома, из которого денег много получат. Так что само по себе, так сказать, владение проблематическим суждением, я могу все время говорить, это или тут надо. Вы меня спросите, куда нужно идти, Михаил Васильевич, к площади Мурса? Я говорю, или туда, или сюда. Я ответил вам? Да, ну да. Ну. Спасибо. Наглядно показали. Нет, вас видели. И туда, и туда. Я чувствую, у вас какое-то сомнение. А вы вспомните, что земля-то круглая, если пойдете туда. Все равно придете туда. Все равно придете туда. Но это займет чуть-чуть больше времени. И не забудьте взять валенки, потому что через Северный полюс и Антарктиду будете проходить. Ну там они могут пригодиться как раз. И бойтесь всплытия наших подводных лодок, потому что вы можете замочить свои валенки, когда они из-подо льда будут подниматься. Вот. Так что, как показывает наше обсуждение, ничего такого особенно трудного-то и нету на опилойке. Только быстро они получаются, но серьезно все это медленно делается. Их строят долго все. Проблематическое суждение, ассорторическое суждение, поскольку последнее должно быть взято и как положительное, и как отрицательное. Поскольку. Поскольку это не потому что. Поскольку, это, так сказать, имея в виду, что и так, и так надо взять. Но в проблематическом суждении, как таковом, это полагание более имманентно, чем в упомянутых суждениях. Сингулярное, категорическое суждение. Это еще нечто только субъективное. То есть, там нам пропагандировали, это важно было, интересно. А теперь, говорят, да, это только субъективное. Это сингулярное и категорическое. Мы сидели, мучились, разбирались. Говорят, ну, правильно, что вы сидели, мучились, разбирались. Но вообще это ерунда, так сказать. Это не существенно. Вот существенно. Но это существенно, то существенно для строительства вот этого сложного суждения. Для понимания. В проблематическом суждении, как таковом, это полагание более имманентно, чем в упомянутых суждениях. Более имманентно. А что такое имманентно, кто скажет? Присущее. Внутреннее присущее, а не просто присущее. Если у меня на голове кепка, и я всегда хожу с кепкой, то это не значит, что там мне присуще, оно надето. А вот уже внутреннее присущее, это что? Наличие головы. Не, это мне недостаточно. Мне дать наличие ума лучше, чем просто головы. Как-то... Что тут внутреннее? А то голова у всех есть, а ум не у всех. Пунктуальность. А? Пунктуальность. Пунктуальность, да. Сначала первый пункт, идем направо, потом второй пункт, идем налево, потом третий пункт, идем назад. Человек пунктуальный. То есть, в том-то и дело. Это все вот как раз к теме ассортовического суждения. А проблематическое, это уже то ли пойдем направо, то ли налево. Вот мы выяснили, что приходится через шар, так сказать, идти земной. Содержанием предиката служит соотношение субъекта с понятием. Здесь, стало быть, имеется на лицо самое определение непосредственного, как чего-то случайное. То есть, есть соотношение, но случайно. Проблематичность касается непосредственности субъекта. Которая в силу этого определяется как случайность. Или так, или так. Нельзя сказать дом или некоторый дом хорош. А следует прибавить, смотря по тому, каков его характер. Что я сказал? Что я сказал? Ну я же не сказал, какой. Я спрашиваю, какой дом хорош. Скажите мне из этих двух домов, какой хорош. А вы мне говорите, вот этот дом хорош, смотря по тому, каков его характер. Вы мне все ответили. И что я получил? Ничего. Ничего я не получил. Я получил знание. Я получил знание проблематического суждения. А про дом я так ничего и не узнал. Потому что он годится он или нет. Потому что уже сказано, смотря по тому как. Так вот, Гегель говорит, когда вы дошли до этого, понятие есть ушедшее внутрь себя всеобщая сущность какой-нибудь вещи. Понятие есть ушедшее внутрь себя всеобщая сущность какой-нибудь вещи. Вот это очень важно, потому что иногда понятие берут только как выражение чисто субъективное, то есть выражение с помощью языка. А Гегель рассматривает понятие двояко. И с одной стороны как то, что говорится о сущем, это понятие. И то, что является всеобщим в какой-нибудь вещи. Всеобщее то и относится к ушедшей внутрь себя всеобщая сущность какой-нибудь вещи. Вот если вы круглый шарик называете яблоком, то это надо доказывать, что там есть и семечки, и там все там есть. И он действительно от яблока ушел, и к нам не сам пришел, и так далее. То есть это яблоко, это да конкретное у вас яблоко, когда оно, во-первых, какой-то у него сорт есть. Сейчас уже сортов нет. Сейчас в магазинах лежат красное яблоко, желтое яблоко, зеленое яблоко, сезонное яблоко. То есть совсем уже простые понятия выветриваются. А какой там диалектика могу тебе вещь? И, наконец, для того, чтобы оно было хоть сезонным, хоть желтым, хоть красным, хоть зеленым, оно должно быть яблоком. А у яблока есть сущность. Поэтому, если сущности этой нету, то никакое это не яблоко, сколько вы не говорили. А вы, говорит, попробуйте кусить. А как же, говорит, его кусить, оно его кусаешь, оно никак не кусается. Попробуйте пожевать. Рывется. А его не надо жевать, его надо продавать. А вот его и продают. Вот он выполняет функцию свою. Это яблоко не для потребления, а для продажи. Вот. Так, понятие, вот смотрите, какая тут мудрая вещь написана на странице 82, последний абзац. Понятие, есть ушедшее внутрь себя всеобщая сущность какой-нибудь вещи. Ее отрицательное единство с самой собой. А что отрицает? Отрицает чисто внешне, отрицает оно. А отрицательное единство, оно единство с собой, как отрицанием своего отрицания. Ну вот скажите, внешность вещь, это же ее отрицание? Ну если вечность не берете, вы все вещи, а берете только внешность, значит вы ее отрицаете. Ну так вы отрицаете обратно эту внешность. И будет второе отрицание. Вот тогда и вы придетесь. Уже у вас эта же самая вещь предстала, как отрицание, отрицание. У вас душа есть? Нет, нет. Это внешнее отрицание вашей внешности? Внешнее отрицание, вот например, вы могли бы быть в коричневом пиджаке. И так же и душа у вас, какой-то пиджак, но внутри. Я сказал, нет души. А? Я сказал, нет души. Что такое души? Нет души у вас? То есть вы бездушный человек? Нет. Так я и понял. Вот она какая. Как бездушный человек может, он же должен любить эту науку логики, а бездушный человек не может это постигнуть. Я думал, что она в самую душу вам запала, а из-за этого вы пришли на кружок. А оказывается, у вас с удовольствием, но у вас нет души. Ну раз нету, и к вам претензий нету. Поэтому претензий к вам, к вам, к вам, ко всем есть, к вам нет. Все. Ну конечно. Ну конечно. Ну конечно. Но сущность человека, мы же не про кирпич говорим, а про человека, поэтому не просто сущность, а душа. Он говорит, душа человек. А он говорит, у меня нет души, отстаньте. Ну и правильно, они будут приставать. Сейчас же скажут, что есть душа, скажут, дай три рубля. Душа ему, ты будешь век. А если не дашь три рубля, вот сволочь, не дал даже три рубля, а говорил, что у него есть душа. Нет у него. Но сущность, да, это отрицание внешности. А? Сущность, да, это отрицание внешности. Да, но оно не такое, отрицание внешности с переходом в другую внешность, а отрицание, издвижение внутрь. Внутрь, в себя. У вас сущность же есть, правильно тут говорит товарищ Назаров. Сущность на самом деле. Но сущность применимая не только ведь к человеку. А когда речь идет о человеке, сущность или душа. Душа есть. Ну душевные занятия проходят или недушевные, скажите честно. Ну вы-то не молчите, молчитесь. Ну вот, Валерий Александрович, а мне не приходилось, если бы не душевные были занятия. А так, хоть посидели немножко. Ну да, посидели, поговорили. А что в душе? А в душе диалексика. Диалексика должна быть в душе у вас или только внешний вид такой. Вот берете тезис, антитезис, синтезис. А у вас в душе ничего нету? Так. Стало быть, сам субъект дифференцируется на свою всеобщность. То есть, всеобщность это и есть. Что такое? Человек, вот вы. Дифференцируетесь. Или объективную природу. На свое долженствование. Вы должны же быть человеком, в конце концов. Вы не должны быть бездушным человеком. То есть, должны быть человеком, а то есть, не бездушным. Потому что вот у людей, люди страдают, народ страдает. Вы говорите, пожалейте их. А я бы пожалел, но у меня нет души. И все с вас взятки и гладки. Это вот Назаров пусть занимается. Вот есть у нас. Вячеслав Михайлович пусть тоже занимается борьбой за улучшение положения трудящихся. У них душа есть. А у меня нет души. Говорит, а чего вы ко мне пристаете? Если меня что-нибудь требует, товарищ Сергей Викторович, ну я сделаю. Раз уж требует как-то надо, как-то реагирует. То есть, на самом деле, все это может быть использовано вот в том, что говорится о суждениях. Потому что суждениях – это то, в чем мы выражаем свои мысли, свои отношения, свою деятельность и так далее. То есть, с одной стороны, это вроде сложно, но это мы изучаем форму того, что сами все время используем. Мы же все время какие-то суждения делаем. То есть, мы осмысливаем то, в какой форме мы выражаем свои мысли. Говорят, что лицо – зеркало души. То есть, у вас даже глаза – зеркало души? Это у вас глаза. У него нет души и нет глаз. Глаза есть, а зеркала нет. А то, если вот будет это зеркало, каждый будет приходить еще смотреться. Сейчас надо отгородиться. Стало быть, сам субъект дифференцируется на свою всеобщность или объективную природу, на свою зону сования, на особенный характер личного бытия. Понятие есть, ушедшее внутрь себя всеобщая сущность какой-нибудь вещи. Но вещь, по существу, также и случайно, и имеет некоторый внешний характер. Согласны? Ну, мог так выглядеть, мог так выглядеть. То есть, конкретная, любая конкретная вещь, внешнюю форму имеет самую разную. В качестве этого двоякого, когда вот есть всеобщность и выносит себя во внешность единичности. Всеобщность выносит себя во внешность единичности. То есть, душа человека проявляется его в действиях, в его поступках. Ее нету как таковой, я имею в виду, как какого-то предмета. Правильно? Если вы имеете в виду под душой предмет, то, конечно, и не только у вас его нет, так и у нас ни у кого нет. А вот душа как внутренняя, в которой есть отрицание внешнего, вы же скажете, ну, что вы меня приравниваете к моему пиджаку и к моей рубашке? Ну, да. Но вы смотрите, что у меня и усы, и борода, как у Ленина. Да вы смотрите не то, что как у Ленина, а что у меня и в голове те же самые мысли ленинские. Вот надо о чем думать и говорить. В сущности вы должны внутрь заходить, а вы все вовне да вовне. У вас нет души, то есть вы должны мне сказать, что у вас, Михаил Васильевич, нет души, вы все какие-то вещи говорите странные. К вам люди пришли с вами посоветоваться, а вы их тут чуть ли не оскорбляете вообще. Куда это годится? Надо прекратить это безобразие. Остановите съемку. Ладно, продолжайте. Так. Вы же указаны, встречающиеся также в рассуждениях обычной рефлексии, ну, обычной в разговоре, обычной мышлении. Противоположные значения субъективного могли бы уже сами по себе заставить обратить внимание, по крайней мере, на то, что в каждом из них в отдельности нет истины. В каждом из них в отдельности нет истины. Это нам понятно. Мы это уже усвоили, что если только одно утверждение, а нет противоположного в каком-то смысле, то этой истины тут не получается. И вот, наконец, добрались мы до того, что, так как проблематичность положена таким образом, как проблематическая вещь уже, а как вещь вместе с ее характером, то само суждение уже больше не есть проблематическое суждение, но аподектично. Надо брать вещь вместе с ее характером. И тогда это уже аподектичное. И пример. Дом устроен и так-то, и так-то. Хороший. Я уже говорил, что поскольку мы Дмитрием Юрьевичем Пучковым много сделали роликов про диалектику, а он каждый раз приходил и начинал с того, что я вас категорически приветствую. И когда мы добрались до осуждений, я говорю, я вас аподектически приветствую. И это было так довольно интересно. А вы могли бы еще, а вы можете проблематически приветствовать. То ли приветствую, то ли сейчас от вас жди неизвестно чего. То ли здравствуйте, то ли до свидания. То есть понимаете, то есть мы, во всяком случае, я не очень себе представляю, как с людьми, которые знают, изучают диалектику, как могут с ними дискутировать. Вот желающих, я вот чего только не говорю, а со мной желающих дискутировать, особенно, это и нету. А смысл? А что с ними дискутировать? Какой смысл дискутировать, если дискуссия приведет к поражению? Из диалога будет монолог. Нет, почему? Будет диалог. И из этого диалога будет все более глубокое утверждение того, о чем идет речь. Поэтому особенно вы хотите, так сказать, победить. Мы хотим победить. Если мы хотим победить противников, ну надо их и идейно победить, причем идейно, и не только в смысле марксизма, а идейно в смысле того, что в смысле ума и разума человеческого. А учить их уму? А? А учить уму? Зачем их учить? Их надо подавлять. Это же репрессии, подавление. Противников надо подавлять. Все государства существовали только до такой степени, пока они подавляли своих противников. Как только они перестали подавлять, они все разрушались. И это в полной мере относится и к пролетарскому государству. Оно додумалось до того в лице своих руководителей, что не только, так сказать, проблематически поставил вопрос, то ли у нас диктатура припрято, то ли нет. А она поставила, как, аподектически, что все, нет ее, нет. То есть подавлять ничего не надо. А было, что подавлять. Ну тогда подавили тех, кто не подавлял. Кто не стал подавлять своих противников и все. То есть это вот на этом уровне, если брать. Вы же отказались от слова. Что такое диктатура? Это ворная борьба. Кровавые и бескровные. Насильственные и мирные. Военные и хозяйственные. Педагогические и административные. Против силы и традиции старого общества. Выходят люди на съезд и говорят, мы бороться силами и традициями старого общества прекращаем. Тогда силы и традиции старого общества быстро побеждают за 30 лет. Привели нас в состояние такое, которое уже следов социализма не оставляет. Почти. Ну совсем она не может не оставить, вот скажем, то, что мы с вами занимаемся и действуем. И это тоже. Пока не возможно заниматься. Да, конечно. Это, конечно, это все результат. И наоборот. Это результат того, той борьбы, которая была проведена в России, в Советском Союзе. А там, где слабенькая была борьба, в той же самой, у нас, в Литве, в Латвии. Сразу посадили первых христа рейх. Рубится на 5 лет. Буриковича на 6 лет. А нет, сидели в тюрьме. У нас никто и не посадит. Почему? Потому что мы владеем науковой логике. А почему мы владеем? Потому что занимаемся. А занимаемся потому, что у нас борьба была. За что? Никогда не... Вот вопрос о том, чтобы закрыть рот марксистам. Да, эта борьба была всегда беспощадная. И у нас в Конституции уже ее трясли один раз. Уже ставили под вопрос, надо ее пересмотреть. Но пересматривать, собственно, нечего, потому что Конституция у нас голосованиями не принималась. Поэтому то, что сейчас вышло в виде поправок, это и есть те куски Конституции, за которые проголосовали. Но не как за Конституцию, а в порядке опроца. Ну, как бы поддержанный народом. Ну, и что там, что есть запрет на коммунистическую деятельность? Нет. А что написано в Конституции про идеологию? Нет. Нет господствующей идеологии. А почему нет? Ну, потому что плохо мы работаем с вами. Потому что если бы мы хорошо работали, была бы марксистская идеология господствующая. Ну, для этого надо, чтобы они члены кружка. А много людей бы было, марксистов, правда? Настоящих. Но некоторые думают, что они будут марксистами без науки и логики. Поэтому не так много. Но уже, если брать цифры теперь, как бы отчитываться в движении по этому пути. Ну, вот смотрите. Скажем, берем у нас на канале, которому заведует товарищ Тихи Тюленев. Смотрим, сколько просмотров. Ну, вот когда выступают наши товарищи, и я в том числе выступаю, по какому-нибудь конкретному вопросу. Тут столько просмотров. А кружок по науке и логике сразу раз в полторы тысячи. Что это такое происходит? Полторы тысячи. Вроде сидела так мало, а читала так много. А если мы возьмем краткий курс на академии смыслов лоббио, про который, так сказать, все с юмором говорят, что хорошенькие, краткие, за 4 часа 40 минут. Ну, его-то посмотрело 173 тысячи, и если там вот, ну, как обычно бывает, какой-то ролик сделан, и он где-то застревает на этом. А там все повышается. Ну, сейчас 173 тысячи. 173 тысячи, посмотревшись на окулоги. Гегель бы очень понравился. Он бы, я думаю, материалистом стал после этого. Когда бы увидел, что происходит. Так вот, ну, тут-то как раз самое понятное. Дом, устроенный так-то и так-то, хорош. Вот апотектическое суждение. То есть тут пошло сравнение, собственно, того, что есть, с тем, что должно быть. С должностованием. То есть сопоставление внешности с сущностью. Вот если эта сущность и соответствует, то хорош. Если вы соответствуете своей душе, то вы хороший человек. А если вы заявляете, что у вас нет души, то вы обманщик. А так человек хороший. Тут и так, и так можно повернуть, как вы понимаете. Так, ну вот, объективное всеобщее. И тут сразу мы получаем что? Или род. И один. О-Е-ДИ-НИ-ЧЕН-НО-Е. ДАС-ВЕРАНЬ-ЦЕВНТЕ. То есть, как бы оно, это действительно берется всеобщее, но не как род, а как уже о-Е-ДИ-НИ-ЧЕН-НО-Е. Вот тогда речь идет о том, что вы имеете, когда говорим, что дает вам сказать, что это хороший. Хороший человек, это какой человек? Который взяток берет мало. Годится это? Нет, не годится. Не годится, потому что это вот неправильно. Вот это вот, то, что берется в качестве дополнения к человеку, не годится. А если он взяток не берет, тоже еще не годится. Потому что если человек, он человек, он должен выступать, наверное, с позиции сущности человека. А сущность человека общественная, а вовсе не личная. Правильно? А если человек думает только о личных интересах и как устроить свою личную жизнь, то в нем есть нечто нечеловеческое. И проблематично, человек ли он? И возвращаемся к проблематическому суждению. Потому что человеком является тот, кто соответствует в полном смысле слова. Или другими словами, у нас же много всяких уже слов. Действительным человеком является тот, который действует в интересах общества. А тот человек, который не действует в интересах общества, в общественных интересах, он тоже человек, но недействительный. Не вполне. Не надо смягчать. Буржуазия бесчеловечная создала режим. Будучи, изображая из себя людей, они по существу создали режим бесчеловечный. Вот как вы думаете, если бы не передвинули на 5 лет выход на пенсию, это легче бы проходила у нас болезнь с ковидом или тяжелее? Наверное, все понимают, что если человек спокойный, отдохнувший, и более молодой, то ему легче выдержать нагрузку, которая связана с вакцинацией, например, и так далее. Ясное дело, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Давайте доведем человека до такого состояния, что он уже на работе будет чувствовать себя больным, а потом посмотрим, сколько он проживет. Вот мой отец прожил ровно полмесяца после выхода на пенсию, в 50 лет. И я его, можно сказать, старше на 26 лет. Как ему нравится картина семейная. Он работал в литейном цеху, выпивщиком литья. Выходил на пенсию как в 50 лет. А еще выход на пенсию о чем говорит? Он еще говорит о том, что когда люди выходили на пенсию, это значит, что они уже к этому возрасту поизносились. А давайте, говорит, еще накинем. Лет 5. Всем лет 5. В том числе и для тех, кто сейчас также в таких же условиях находится. И посмотрим, что будет. А будет экономия пенсионного фонда. Как это? Шутка есть. Лермонтов умер в 28, Пушкин в 34. А что ты сделал для России? Это я? Нет. Сделал фонд России. Вот как вопрос поставил царство. Правильно поставил. А потом сделал вид, что он не лично поставил. Это же никто. Да, да, да. Так. Субъект равным образом содержит в себе оба эти момента. В соответствии, вот эта всеобщность и, собственно, некое бытие и всеобщность. Оба эти момента в непосредственном единстве, как вещь. Но истина последняя состоит в том, что она надломлена внутри себя, на свое благословение и свое бытие. Вы должны различать, какова она есть и какой она должна быть. Вообще, каждый человек должен стремиться к чему? К быть человеком в высоком смысле. Да? С большой буквы. Вот это и есть надломленность. То есть, с одной стороны, у вас все хорошо, но понятию человека вы соответствуете, но не вполне. Ну, а кто вполне соответствует, и вам нечего, некуда развиваться, покажите мне такого. Вот примерно так. То есть, это очень интересная у нас тут тема. Переход от непосредственной простоты вещи к соответствию, в которой есть определенные соотношения, ее должностование с ее бытием, или иначе говоря, связка, оказывается при более близком рассмотрении, содержащемся в особенной определенности вещи. Род есть в себе и для себя сущие всеобщие, которые постольку представляются несотнесенным. Определенность же есть в том, что в этой всеобщности рефлексирует себя в себя. Но вместе с тем и в некоторое другое. Суждение имеет поэтому свое основание в характере субъекта, и благодаря этому аподектично. Тем самым отныне имеется на лицо определенная и наполненная связка. То есть, если мы уже про одно говорим, что это всеобщее, про другое, что это особенное, но содержащее всеобщее, у нас каждое, и субъект, и предикат наполненные, содержат в себе и всеобщее, и единичное. А следует, и связка тоже тогда такой же является. И тогда получается три суждения. И вот эти три суждения и представляют собой умозаключение, к которому мы и шли. Третья глава. Умозаключение. Через это наполнение связки суждение стало умозаключением. Переход. Стало. Когда оно стало? Тогда, когда каждый из субъектов и предикат, собственно, в себе содержали и как бы самого себя, и свою определенность. И то, и другое отдельно. Вернее, вместе. Умозаключение оказалось восстановлением понятия обсуждения и стало быть единством и истинным их обоих. То есть истинные понятия, истинные суждения. Видите как? С этого начинается первая фраза умозаключения. Умозаключение есть таким образом полностью положенное понятие. Страница 85. Вот мы сюда и добрались. Поэтому следующая тема для рассмотрения. Умозаключение. А будет это, сегодня у нас 9-я. А будет это через тюрьму. А, 10-я. Так, сегодня у нас 9-я. Октябрь. Не понятно. Сегодня у нас какое? 9-я. Что-то не такое октябрецы. А, так ноябрь 9-я. А я смотрю, октябрь. Октябрь 9-я. Значит, 16-я, через неделю, 23-го числа. 23-го ноября мы будем рассматривать умозаключение. Ну, согласитесь, все, что, то, о чем мы сегодня говорили, что обсуждали, все очень актуально. Что вот человек, он все время на самом деле, как думающий, говорящий, выражающий в понятиях или разумный, можно быть разумным человеком без и не владеющим понятиями? Нет. Нет. То есть, владение понятиями делает человека разумным. А повторять, например, слова попугаи могут неплохо. Очень даже хорошо. И вороны могут повторять. Обезьяны некоторые слова тоже говорят, но поднялись и разумным. Вот они, а по дикому заключению, они не могут понять. Кто хочет оторваться от обезьян, должен поставить перед собой задачу овладеть это. На самом деле, на самом деле, все вот великие задачи, которые ставятся в любой области деятельности человеческой, там, где она не сводится к какой-то сугубо узкопрофессиональной деятельности, и все равно она человеческая. То, что она всякая узкопрофессиональная деятельность, в сердце и вине, в душе содержится всеобщность. Правильно? Потому что вы же деятельность, если у вас какая-то профессия, вы же это все-таки для людей делаете, в конечном этапе. Для людей, значит, она общественная. А кажется, что она вот нет, я ничем общественным не занимаюсь, я занимаюсь сам своим делом, получаю за это деньги. Но, во-первых, то, что вы получаете, это всеобщее богатство. По природе своей. Так, носитель этого всеобщего богатства. И представитель. И то, что вы делаете, то это человечеству нужно. И это выясняется так, какой бы ни был строй, хоть рабовладение, хоть первобытный общинный строй, хоть феодализм, хоть капитализм. А развитие производительных сил все время шло. И главной производительной силой всего человечества является рабочий, трудящийся, как говорит Ленин. Поэтому мы вот без этого, без этого, ну, в общем, нельзя, строго говоря, построить правильное общество. Почему? Потому что для построения общества нужно рассматривать целое, то есть тотальность нужна. А если я знаю только то, что относится к моей специальности, и больше ничего не знаю, то из разных представителей разных специальностей ничего не складывается. То есть каждый, кто бы не имел какой-то специальности, должен знать, вот это всеобщее и свое особенное. И тогда он как единичный представляет собой специалист. А если у него этого всеобщего нет, то есть на самом деле философия, как наука о всеобщем, она соединяет человечество. Иначе вот то, что делают разные люди по своей профессии, не складывается или не должным образом не складывается в единое целое. Потому что когда начинают его складывать, как вы знаете, допуск и посадки, где-то не совпадают, и все, где-то разрушается. Какие есть вопросы? Это говорит о том, что, а, или было так все понятно и изложено, что нет вопросов, или так все непонятно и изложено, что вопросов нет и не может быть. На этом мы, собственно говоря, в проблематическом суждении и остановимся. Чтобы не забегать, так сказать, сильно вперед, лучше мы немножко сдвинемся назад. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.